Весна в декабре. Какие неудобства плюсовая температура доставила жителям края? Смотрите через несколько минут. В последние годы Алтайский край получает довольно неплохой урожай сахарной свеклы. Однако из трех перерабатывающих ее в сахар заводов остался работать у нас только один. Почему? Смотрите в нашем сюжете. В новую сказку, когда откроют двери здания театра кукол. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повреждена кабина, выбиты стекла, а у товара нетоварный вид. Это последствия ночного ДТП в районе Нового моста под Барнаулом. Водитель автовоза ехал из Карачаева, Черкесии, вез машину в автосалон на продажу. Увидел, что на пути ДТП столкнулись три фуры и самосвал. Из-за гололеда не справился с управлением. И вот итог. Говорить на камеру водитель отказался. Начали тормозить, машину понесло. Руль влево, руль вправо, короче, вообще не повернуло. И в тонар сзади ударили. Где-то метров десять его откинули и сами в кверт улетели. Через полтора часа после этого дорожники приехали, начали посыпать. Сразу несколько машин, штук 56. Температура плюс четыре. Гололед, ветер. В Барнауле из-за ухудшения погодных условий сегодня произошло более 15 ДТП. Пострадали восемь человек. Везде заносится. Особенно во дворах, в частном секторе. Ночью возникли проблемы. Дороги мокрые, а съезды придворной территории очень были скользкие. Поворот плохо входит, тормозит плохо очень. Вообще не тормозит. Скользко очень. При спуске очень скользко с горы. Я думаю, что ближе к обеду, к вечеру город встанет полностью. Я с трассы и с деревни ехал. Гололед был. В многолюдных местах города работает техника. Расчищает территорию от снежной каши, которая образовалась из-за плюсовой температуры. Правда, от гололеда такие меры не помогают. Для маленьких жителей края чуть не оказался под угрозой Новый год. Автобусные рейсы из некоторых районов накануне были отменены. Дети могли не попасть на главную елку. Сейчас движение восстановлено, но появилась другая проблема. Из-за плюсовых температур снежный городок начал таять. Его территория больше похожа на каток. Находиться здесь не вполне безопасно. Дети могут упасть и получить травмы. Некоторые фигуры в снежном городке уже потеряли первозданный лоск. Мелкие детали истончились, и стали невыразительными. Какие-то части вовсе отпали. Однако это место по-прежнему остается привлекательным для барнаульцев. Кто-то фотографируется, кто-то катается с горки, кто-то просто гуляет. Правда, с особой осторожностью. По прогнозам гидрометцентра, штормовая погода продлится до конца дня. Мокрый снег, порывистый ветер, метель, гололед. А завтра будет резкая смена температуры. Ночью до 18 градусов мороза. Днем до 9. В период с 27 и до 31 декабря в Алтайском крае сохранится неустойчивая временами со снегопадами погода. Наиболее сильные снегопады ожидаются 28 и 30 декабря. В новогоднюю ночь температура упадет до минус 23. Ветер стихнет, снегопад прекратится. А вот начало января ждут по-настоящему зимним. В первую неделю ночью до минус 30, днем 15-20 градусов мороза. Ближе к Крещению самые суровые холода. Возможно понижение температуры до минус 40. Яна Аксенова, Николай Шилко. Наши новости. Несмотря на аномальное для декабря тепло, жители немецкого национального района замерзают. Температура в домах не поднимается выше 15 градусов. По словам местных жителей, сейчас поселок отапливает один котел. Второй, прямо во время сезона, неожиданно отправлен в ремонт. Резкое похолодание в квартирах люди ощутили еще в начале недели. То с кофеми на понедельник было вообще холодно. Спали одетыми, приспасались только обогревателями. Люди, у которых есть печки, они печками отапливаются. Центральное отопление не подключают. В квартирах у нас до сих пор холодно. В местной котельной жителей просят потерпеть несколько дней, пока продлится ремонт котла. Добавим для села Кусак. Этот отопительный сезон давно стал проблемным. Котельную в деревне запустили одной из самых последних в крае в середине октября, что на месяц позже официального срока. И, кстати, тоже по причине ремонта котлов. В Алтайском крае в этом году произведут больше сахара из сахарной свеклы. 140 тысяч тонн против 100 годом ранее. Этот показатель может стать для алтайской перерабатывающей промышленности потолком, выше которого не прыгнуть. В крае сейчас работает только один завод, хотя еще несколько лет назад их было три. Судьба ранее успешных Бейского и Алейского заводов в Туманном. Василий Морозов разбирался в проблеме. Эростелла в Алейске показывает уже просто территорию, а не действующее предприятие. Сахарный завод не работает уже около 10 лет, поэтому и поселок вокруг пришел в запустение. А Алейск окончательно стал моногородом. Территорией, где большинство жителей работает на одном предприятии. Уже даже вывески не сохранилось. А меж тем, в 2013 году, когда Алейский сахарный завод приобрел барнаульский предприниматель, тогда еще была надежда на то, что производство здесь удастся возродить. Меж тем, прошло пять лет, производство не возродилось, и теперь Алейский сахарный завод на окраине города, находящийся, неинтересен, скорее всего, уже даже как объект недвижимости. Владелец завода свои планы на предприятии не комментирует. По указанным на сайте телефонам ответили, что смогут пообщаться только в следующем году. Финансовые результаты Алейского сахарного, 23 тысячи рублей прибыли, позволяют сделать вывод, что деятельность не ведется. Хотя еще два года назад сообщалось о неких заключенных соглашениях с целым рядом иностранных инвесторов. Сейчас уже сообщается о его слабой рентабельности. Внести ясность в судьбу завода смогли только в управлении по пищевой промышленности края. Руководством Алейского сахарного завода начать производственную деятельность по профилю предприятия в 2018 году не планируется. Бийский сахарный завод, по данным краевых властей, имеет более осязаемые перспективы. Новый владелец, новосибирская компания, занимающаяся в основном торговыми центрами, сейчас изучает состояние предприятия, говорят в правительстве. Переработку свеклы здесь могут начать в 2019 году. Правда, нужны инвестиции, сообщил накануне первый вице-премьер Александр Лукьянов. Профиль завода новый собственник менять не собирается. Но ему нужно вложить не менее 350 миллионов рублей, чтобы запустить производство. Впрочем, новый собственник подтверждать планы и делиться ими не спешит. Поэтому в Бийске пока только надеются, что на месте завода не появится торговый центр. Меж тем, на уровне федерального правительства принято решение активизировать экспорт свекловичного сахара и всячески ему способствовать. Если Россия разберется с поддержкой любого экспорта и с развитием логистики, это станет проще, быстрее, дешевле и сравнимо с лучшими мировыми аналогами в Бразилии, на Украине, в ЕС. Урожай сахарной свеклы в этом году в Алтайском крае, по данным Минсельхоза, региона несколько ниже рекордного прошлогоднего. Но сахара получить удастся больше – 140 тысяч тонн против 100 годом ранее. Этот результат дают всего 6 районов и чуть больше 20 хозяйств. Остальные отказываются. Кого-то не устраивает политика монополиста-переработчика. А здесь хранит свою свеклу Черемновский сахарный завод, принадлежащий московской компании. Пока это единственный переработчик сахарной свеклы не только в масштабах Алтайского края, но и за Уралом, в масштабах России. Везти сюда свою свеклу фермерам из дальних районов Алтайского края невыгодно. Поэтому задействованы пока только те, которые находятся недалеко от Павловского района. И пока не будут запущены Олейский сахарный завод, Ибийский, на рост объема производства сахара в Алтайском крае не стоит рассчитывать. Василий Морозов, Андрей Печеркин. Наши новости. 1724, 1730 или 1739 год считать годом основания краевой столицы. Этот, казалось бы, давно решенный вопрос вновь был поднят сегодня на публичных слушаниях по поводу внесения изменений в устав города Барнаула. Напомним, редактировать устав в четвертый раз депутатов вынудило федеральное законодательство, которое за последнее время серьезно изменилось. И нужно привести в соответствие главный документ города. Неожиданно жарким на этих публичных слушаниях стало обсуждение исторической справки, которая обязательно должна быть в документе. Ряд ученых установили, что в ней неверно указана дата основания Барнаула – 1730 год вместо 1939. Но другие историки, наоборот, считают, что первое упоминание о Барнауле датируется 1924 годом. Решение, за которое сегодня проголосовало большинство участников публичных слушаний, получилось компромиссным. Целесообразно закрепить в уставе города все три ключевые даты, указанные историками. 1724 год, когда город впервые упоминается в сведениях канцелярии Калуана-Воскресенского горного начальства. 1730 год, появление первых приписных государственных крестьян, поселившихся вблизи устья реки Барнаулки. И 1739 год, год начала строительства Барнаульского медиплавильного завода. Таким образом, дата основания краевой столицы осталась неизменной. Окончательную редакцию устава уже в феврале утвердит Барнаульская городская дума. Ну а в среду, во время публичных слушаний, планируется изменить границы туристического кластера «Барнаул-Горнозаводской город». Он станет меньше. Мероприятие пройдет в 11 часов в офисе строительной компании «Барнаул Капстрой», которая и выступила инициатором слушаний. Ранее архитекторы и активисты высказывали опасения, что через эти слушания планировалось провести изменение территории сереброплавильного завода, на которых настаивали новые владельцы объектов Евгений Ракшин и Надаршоне. В конце октября из-за создавшегося широкого общественного резонанса им пришлось отменить слушания, но планы инвесторов присоединить себе один участок и отказаться от другого остались. Впрочем, как заверили нас в Барнаул-Горнозаводской обстрое, общественные слушания 27 декабря будут касаться только одного. Власти планируют уменьшить участок застройки острова Помаскин, на котором предполагается строительство конгрессно-выставочного центра. Часть земли станет непредназначенной для застройки из-за близости к воде. Таким образом, можно сделать вывод, что планы грандиозной стройки на острове Помаскин сохраняются, несмотря на длительный и пока неуспешный поиск инвесторов. Новогодних утренников в стенах родной Андроновской школы Тюменцевского района для ребят не будет. Строители вновь не уложились в срок, и ремонт в очередной раз затягивается. Напомним, в начале декабря замминистра образования и науки края Евгений Кайгородов заявлял, что внутренняя отделка здания займет максимум три недели и будет завершена к Новому году. Но сейчас отремонтирован лишь первый этаж и столовая на втором этаже. Напомним, Андроновская школа закрыта с мая. Сначала требовалась замена кровли, но из-за того, что работы затянулись, во время летних дождей промокло все здание, стены покрылись плесенью и начала отваливаться штукатурка. Строители зашли только в октябре, новую кровлю сдали с опозданием в две недели. Внутреннюю отделку начали лишь неделю назад, рассказали жители. Но даже после того, как ее выполнили, коридоры, кабинеты второго этажа по-прежнему в плесени. При этом с 10 января в здание обещают возобновить обучение школьников начальных классов. Родители пугают, что их дети будут заниматься в антисанитарных условиях и готовы сами взяться за внутреннюю отделку, но в Тюменцевской администрации им в этом отказали. Когда рабочие вернутся в школу и вернутся ли вообще, пока неизвестно, мы следим за развитием событий. Где расположена Галичья гора и памятник Белому медведю, стали известны результаты географического диктанта, который жители края и других регионов страны писали в конце ноября. На Алтае проверить свои знания по географии пришли порядка полутора тысяч человек. В основном это были молодые люди. Диктант писали на 17 площадках, это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Им пришлось применить навыки работы с картой, вспомнить фамилии известных мореплавателей и не запутаться в терминах. На все это отводилось 45 минут. В прошлом году средний балл по России не превышал 60%. Выражаясь школьным языком, результат равен тройке. Ближе к весне аналитикам будет ясна картина грамотности жителей края в этого года. А пока посмотреть свои баллы участники диктанта могут на его официальном сайте. Среди ведущих географического диктанта, напомним, был наш корреспондент Илья Кочетков. С каждым годом количество точек поведения диктанта увеличивается в разы. Это говорит о том, что люди действительно начинают живо интересоваться родной страной, миром. Я думаю, это признак того, что скоро результаты будут лучше и лучше. Ну, кстати, диктант проходил в третий раз. О его масштабе можно судить по составу участников, среди которых, например, Владимир Путин и Сергей Шойгу. Прощальное представление устроили актеры театра кукол «Сказка» на крыльце старого здания. Накануне здесь начались долгожданные строительные работы, рассказывает Полина Жданова. Пускай свой дом сносят, раз такие умные. Мы куклы, но права у нас тоже есть. Кукольный протест не помешал началу сноса их дома, в котором кукловоды прожили более 30 лет, а ждали его долго. Несмотря на задержанные сроки и бумажную волокиту, подрядчик строительной компании «Селф» приступила к работам. И на этот раз железно пообещали возвести новое здание вовремя. 18 месяцев срок постройки. Компания определена, все договора подписаны, все юридические моменты отрегулированы, все разрешения получены. Согласно графику работ, здесь ничего не будет на этом месте ровно через 30 дней. История переезда в театр кукол началась еще в 2014-м, после того, как здание «Сказки» признали аварийным. Несколько лет куклы ютились в ДК моторостроителей. А в этом году коллектив временно расположился в здании бывшего кинотеатра «Родина». Теперь у кукольного театра, наконец, может появиться свой дом. У вас будет огромное прекрасное фойе, высокое, в котором можно будет проводить самые лучшие, самые красивые елки в Алтайском крае. У вас будет прекрасный зал, у вас будет новый красивый занавес, и самое главное, у вас будут шикарные подпрофессиональные сцены. Через несколько лет в новом здании «Сказки» обещают власти будут показывать спектакли в двух залах, рассчитанных на 150 и 250 человек. А пока на территории будущего современного театра кукол готовят место под будущий фундамент. Полина Жданова, Александр Антропов. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Переедание и алкоголь нагружают печень в три раза больше нормы. Как защитить печень в празднике? Гепатрин направлен на тройную защиту печени. Гепатрин от компании «Эвалар». Завтра на большей части территории края снег. Метель на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с усилением ночью до 20 метров. В Камьен-Абик, Оландии и Славгороде минус 8-7 морозов. В Белокорихе, Заринске и Тальменке 6 градусов ниже нуля в Олейске. 4 в Рубцовске, минус 3 в Бийске и около нуля в Змеиногорске. В Барнауле завтра ночью снег, метель и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью 7-9 морозов, днем минус 2-4. Ну что ж, это все новости к этому часу. Телефон нашей редакции 722-440. С хорошего настроения вам и до встречи в эфире. Российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации поездов, самолетов, водного транспорта. За детские шалости ответственность несут их родители. Алтайская транспортная полиция. Сделаем вместе транспорт в территории безопасности. Николай Марчуков воевал на Северокавказском, Южном, Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах. Отличился в бою за город Кюстрин в 45-м году. Он пять раз поднимал батальон в атаку, личным примером воодушевляя бойцов при отражении контратак превосходящих сил противника. В этом бою он погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Михаил Марчук воевал на Центральном, Западном и Первом Прибалтийском фронтах. В 44-м году лейтенант, выполняя специальное задание командующего армией, захватил мост и половину суток вел бой в окружении, отражая все попытки немцев отбить занятые позиции. За мужество Михаилу Марчуку было присвоено звание Героя Советского Союза.